всем добрый вечер в рамках марафона стройности анатомия стройности мы проводим зум лекцию с врачом пички онколог а также мастер продаж доме лаура пак из семьи лаура вам слово ждем не дождемся сегодняшней лекции добрый вечер всем дорогие участники добрый вечер мика и очень рада вас всех приветствовать для тех кто включил камеры это особенно уважение для меня это очень важно потому что мы условиях пандемии уже привыкли к онлайн формату для тех кто не может вот тут пишут что у них ранее утро очень приятно в любом случае что вы подключились я хотела бы немножко рассказать о себе меня зовут лаура пак я из города семей закончила наш медицинский университет который у нас расположен достаточно он тоже знаменитый по казахстану закончила наш университет сейчас являюсь заведующей кафедрой клинической онкологии ядерной медицины врач доктор psd закончила много уровней обучения и естественно я в атоме я являюсь на данный на данный период времени мастером продаж но конечно буду стремиться выше благодаря таким спонсорам как владимир мика стелла которых я очень уважаю люблю еще раз большое спасибо за то что вы пригласили спикером побыть сожалению участие в марафоне я не принимаю ввиду особых наверное обстоятельств немножко сейчас вы сами понимаете не получилось в следующий раз обязательно буду участвовать я столько интересной информации прочитала о наших бадах я в целом была знакома но здесь мне стало интересно прям именно более детальный состав сейчас я вам расскажу немножко покажу и я надеюсь будет интересно и плодотворно поработаем с вами к демонстрацию крана я допускаю а есть кнопочка вот сверху где сохранить потом стрелочки идут и потом вот выше выше да я знаю вот вот сейчас запустится вот всем видно да почему-то свою презентацию мне захотелось начать со слов французского писателя марселя просто что единственный реальный мир это мир наш внутренний к чему эта фраза к тому что в первую очередь наш внутренний мир наши энергии это самое важное то что мы можем посылать этому миру все что у нас творится внутри это мы позиционируем мы изучаем и показываем с нами люди ассоциируют нас какие мы открытые позитивные мне кажется в нашей компании атомии атомии в частности сегодняшние все наши участники я посмотрела в чате все такие активные жизнерадостные у всех такая позиция открытая что мне очень приятно и почему-то вот эта фраза была ассоциирована с участниками данного марафона я думаю наш мир у всех открытый красивый и привлекательный я хотела бы показать несколько начну с того что некоторые моменты которые являются как мифами в нашем мире такие правды я думаю все таки в нашем марафоне судя по чату который я пролистала больше большая часть я думаю 80 процентов во первых это женщины во вторых это те дамы которые хотят первую очередь сбросить вес я сама недавно пришла к тому весу в котором сейчас нахожусь комфортно для меня что немаловажно то есть мы худеем не для кого-то не для чего-то в первую очередь для самой себя здесь небольшие такие ремарки на которых я где-то остановлюсь где-то быстро пролистаю я думаю вы все об этом знаете но не лишним будет напомнить нам слайд не видно мы сейчас еще на цитате марселя просто да вы что у меня уже листает бывает такой зум не показывает да нет нет ну давайте я буду рассказывать и если что как появится вы мне пожалуйста сообщите вряд ли появится нужно будет выйти демонстрацию выключить я прошу прощения за такие неполадки так а вот вот все отлично ага ой я уже закрыла сейчас открою снова так так стоп 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 так 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 теперь мой экран виде вот открывая снова презентацию я надеюсь что все пойдет так сейчас как видно первый слайд видно а второй попробуйте сейчас сейчас на секунду видно да все теперь отлично видно да спасибо тут я тезисно выделила я думаю что все об этом знает но вдруг кто-то забыл не лишним будет напомнить вообще по плану нашей презентации не будем говорить лекции что то еще по плану нашей презентации коротко хотела бы остановиться на как я уже сказала что большая часть участников данного марафона я вижу что это женщины которые все таки хотят сбросить вес немножко стать стройнее и поэтому я сделала более акцент на похудение ну далее у нас будет кратко остановлюсь на бада я думаю вы все их изучили от и до но тем не менее какая-то дополнительная информация я надеюсь что чем-то я вас ознакомлю более дополнительно ну что хотелось бы сказать что количество съеденного за ужином зависит все таки от освещения к этому пришли наши ученые которые проводят очень много исследований и говорят о том что недостаток света все таки искажает порции и нам даже присутствует такое мнение о том что кухню нельзя одеть кухню какую-то обеденную зону в том на синих тонах в темных потому что все таки это немного нагнетает и мы съедаем больше также недостаток света может искажать размер порции что для нас также немаловажно потому что все таки как вам рассказывал уже диетолог ранее от размера порции зависит очень многое 15 минут прыжков со скакалкой это равнозначно 6-10 минутам бега на дорожке в парке неважно я допустим об этом не знала что можно всего 15 минут попрыгать и не стоять так долго на этой беговой дорожке я сама занимаюсь спортом три раза в неделю у меня йога три раза в неделю физические силовые нагрузки поэтому тоже решила перейти на прыжки скакалкой возьмите себе на заметку это тоже немаловажно есть можно все с соблюдением баланса к бжу также диетолог об этом говорила я бы в свою очередь посоветовал вам все таки скачать какое-нибудь сейчас приложение их очень много разные фиты очень интересно и считает довольно правильно кто прям отслеживает свое питание я считаю это такой прям лайфхаб который сейчас очень нужен от обезжиренных продуктов можно поправиться это прям достоверный результат то что когда мы покупаем творог чаще всего там написано обезжиренный мы думаем что это для нас лучше но нет обязательно нужно употреблять жиры я бы посоветовала диетолог тоже об этом говорила по утрам съедать сливочное масло с черным хлебом все-таки без жиров наши витамины не усваиваются и в мозг не поступает сигнал о насыщении нашего организма едой что уже все хватит пора остановиться поэтому обезжиренные продукты тоже это не есть полностью хорошо так вес зависит на состояние зубов это также не мало немаловажно об этом я думаю мы живем сейчас достаточно продвинутое время все люди об этом знают что за зубами нужно укаживать но тем не менее я как не стала упускать эту нашу важную важную часть нашей нашего организма зубы поэтому за зубами надо следить от этого тоже многое зависит от пережевывания пищи зависит наше переваривание извиняюсь и обмен веществ краткосрочные диеты не работают они запускают наш механизм к началу потери лишних килограммов как вы наверное заметили в начале мы худеем довольно быстро это в основном только за счет избыточной жидкости в нашем организме а далее со временем все сложнее все медленнее у нас получается поэтому я считаю данный марафон это запуск это толчок от микки который очень правильный в правильное время весной когда хочется более двигаться быть красивыми и поэтому который будет продолжаться две недели я прошу вас дальше не останавливаться а прийти к цели и далее уже сохранять результат у людей с избыточным весом нормальный метаболизм есть такой миф что у них замедлены и так далее нет это неправда у всех метаболизм нормальный чаще всего если это не какие-то гормональные нарушения набор веса это такой же длительный процесс как и процесс похудения здесь написано что нужно нарушать баланс к бжу я не скажу что его нужно нарушать просто нужно уклоняться в более в сторону употребления большего количества углеводов ароматерапия помогает похудеть у меня тоже в кабинете разные стоят вазочки с перечным мата яблоки я люблю сама эти запахи и я действительно считаю что немножко как бы кабинет если оснастить данными запахами кабинет комнату дом то это действительно помогает то есть даже замечая что ли ты сваришь кофе где-то в пространстве будет запах на весь дом тебе естественно хочется есть хочется возможно чего-то сладкого кофе а если вы какой-то ароматерапии любите свечи еще что то то я советую это тоже применить почему нет идеальный перекус это кедровые орешки они есть в нашей продукции они обалденные вкусные я думаю большая часть из них из вас уже закупились поэтому это тоже обязательно в рационе женщины должно быть на диете позволено сладкое да с этим я также согласна с данным выражением потому что отсутствие сладкого приводит нас особенно женщин каким-то неправильным установкам о том что возможно мы в стрессе нам надо поесть а мы не хотим потому что мы на диете это тоже неправильно лучше съесть немного и успокоиться и главное помнить о том первый кусочек который следите он будет абсолютно таким же как второй третий четвертый и так далее поэтому можно съесть начать откусить и далее все оставить но полностью себя ограничивать от сладкого я не советую далее дефицит кальция повышает аппетит также было проведено исследование всегда советую женщинам проверять свой кальций проверять свой витамин для нас женщин это это красота а если мы хотим оставаться всегда такими какие мы есть сейчас не усугублять ситуацию а только становиться краше и лучше это очень важные компоненты которые также присутствуют нашей компании поэтому обязательно нужно отслеживать далее поздний ужин не сказывается на фигуре да об этом уже известно но тем не менее хочу повториться что все зависит от наших ритмов да во сколько кто ложится спать то есть если вы ложитесь спать всегда в двенадцать в девять вечера покушать еще можно далее не позже чем три часа до сна об этом я тоже думаю диетолог останавливалась далее затяжные диеты неэффективны то есть постоянно сидеть на диете это абсолютно неправильно неверно нужно достичь какой-то цели и далее уже поддерживать тот результат который у нас имеется жидкие калории это о том что мы должны употреблять не только должны считать если мы в программе не только наш полноценную еду но также напитки кофе чая они также содержат калории поэтому не забывайте пожалуйста если вы часто пьете кофе то откажитесь от латте там раф и так далее нужно перейти просто на американо без сахара если вы действительно любите кофе то вы полюбите его и таким 10 минутная зарядка против лишних килограмм зарядку я делать очень рекомендую по утрам это вообще шикарно для вашего позвоночника если вы встали и побежали это неправильно советую посмотреть какие-нибудь асаны достаточно популярные которые в интернете найти и для себя придумать какую-то программку это не только поможет сжечь ваши калории но и зарядит вас энергией на весь день и в целом будет приятно носить себя в этом мире бобовые помогает легче переносить диету да об этом мы все знаем эффект достигает за счет низкой скорости переваривания мы постоянно чувствуем насущение в нашем организме желудок будто бы постоянно переваривает какую-то пищу то есть голода абсолютно не чувствую соли диеты несовместимы не советую в целом потреблять большое количество соли сейчас вот достаточно популярны роллы еще что-то рыба рыба в смысле не соленых сортов в общем следить не зря говорят соль это белая смерть вот монодиеты опасные да я думаю об этом вы все знаете наш рацион на данном этапе шикарный диетолог составила я видела там стоит там по моему если не ошибаюсь 33 завтрака выбирай вот сколько душе угодно поэтому нужно употреблять в нашем пищевом рационе все но ограничивать какие-то правильные неправильные продукты далее хочу остановиться на наших бадах которые были в списке необходимых или по желанию я видела такие имелись которые желательно употреблять сама я свою свою коррекцию веса я похудела на 8 килограмм за за год я думаю да за год естественно я подключила спорт я подключила правильное питание и я все же думаю что мне помог химахим на тот момент это было сделано не специально но так получалось что я заменяла либо обед либо ужин одной иногда двумя стиками химахима тогда я в 2019 году начала принимать химахим да это был 2019 год тогда мне кажется не было вот так много новинок как псиллиум овес с лимбари в линейке атоме этого к сожалению представлена не было и я начала схемахима я не знаю мои знакомые которые употребляют кто-то говорит что повышает аппетит но у меня почему-то наоборот я когда выпиваю чувствую себя бодро начиная дальше какой-то процесс у меня либо умственный либо физически отвлекаешься от того что в принципе хочешь есть я думаю что это мне шикарно помогло но сейчас у нас линейка настолько расширилась только шикарных бадов просто читаешь и как многие говорят населенки текут это на самом деле так потому что состав просто он не только на цели на то чтобы наши женщины мужчины похудели он как я уже говорила выше что почитала много информации содержит такие вещества которые помогают во всем я думаю что вот это данную часть все уже ознакомились как принимать что это все таки псиллиум это больше пребиотик вы знаете у нас есть шикарные пробиотики и есть пребиотики так вот псиллиум это для детокса просто незаменимая вещь наравне с проросшим овесом так вот правильнее я почитала много информации все таки что же возможно было бы лучше употреблять для наших женщин псиллиум или овес я зашла на наш медицинский сайт который называется подмет возможно многие знакомы там проводятся разные исследования на уровне стран на уровне каких-то разных популяций где сравниваются препараты побочные действия и так далее так вот было проведено одно достаточно большое рандомизированное клиническое исследование где сравнивали псиллиум и нерастворимую клетчатку то есть проросший овес и они пришли к выводу что данные два препарата оба мы не то чтобы должны мы обязаны употреблять не обязательно постоянно постоянной основе но в доме он должен быть то есть какими-то курсами принимаешь и далее можно сделать перерыв а так как мы сейчас все хотим к лету сбросить вес или набрать вес я думаю что он должен быть то есть то что вы его начали употреблять неважно псиллиум это или проросший овес это прямо очень круто по поводу чая пуэр я думаю все уже ознакомились также самое важное что содержится в чае пуэр это галловая кислота она содержится в достаточно больших количествах что это такое наша галловая кислота это диетический полифенол который очень важен в торможении развития опухоли то есть он ингибирует вот этот процесс не дает нашим не дает опухоли то есть что такое злокачественное образование это когда неконтролируемый быстрый рост а вот это вот очень важно галловая кислота которая содержится в чае пуэр она имеет эту противоопухолевую активность что также было доказано учеными вот здесь все публикации я на всякий случай прикрепила я не знала если честно что в чае пуэр эта кислота содержится я его сама не пила но вот теперь думаю захожу потому что там написано что развести на пол литра и принимать весь день это прям очень круто чем пить просто чистую воду или естественно про набитки разные я не говорю лучше употреблять этот чай для себя я тоже в заметочках отметила что это очень важно галловая кислота молекулярный соперник рака вот очень интересная публикация также поэтому прям must have и обязательно пить также по поводу чая пуэр что это действительно он уменьшает жировые отложения улучшает профиль липидов то есть у нас есть липопротеиды высокой низкой плотности он именно понижает те которые нужно понижать то есть липопротеиды низкой плотности результат также исследование было что ежедневное потребление чая пуэрти было связано со значительной потери веса снижением индексом массы тела и улучшением улучшением липидного профиля то есть холестерин снижает и липидный профиль улучшает это очень классный эффект то есть обязательно нужно употреблять поэнзам это достаточно уже давно появился в атоме в линейке атоме витамин и порошок на основе ананасового экстракта я думаю вы все читали самое важное что он содержит это биотин витамин b1 но еще что важно составе его есть такой препарат который называется бромелайн не препарат извиняюсь вещество свойства данного бромелайна это выдержка с ананасового выдержка из ананаса будет правильно он также я не знаю может потому что я врач онколог у меня многое привязано все-таки онкологическим процессом но я думаю это такой бич нашего времени который нельзя его совсем исключать и говорить о том что мы хотим выглядеть только снаружи все-таки мы в первую очередь должны быть здоровы внутри и вот эти препараты не только позволяет нам похудеть но и вот оставаться здоровыми свойства фанзама это вмешательство в рост 2 качественных клеток также ингибирование агрегации тромбоцитов то есть препятствует склеиванию тромбоцитов делает нашу кровь более жидкой разжижает кровь в общем очень много положительных моментов также благоприятно влияет на нашу кожу что я думаю для женщин очень положительный эффект бромелайн хоть и изучен не достат не до конца но уже доказано что он обладает широким спектром терапевтических преимуществ первую очередь это добавка эффективно для предотвращения рака диабета различных сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе то есть принимать надо не так я похудел и забыть о нем курсами принимать это будет очень позитивный эффект вот что еще мне хотелось сказать презентация моя закончилась на этом она достаточно короткая от себя хотелось бы добавить что в наше сейчас данное время не в этот период очень важно быть данное время очень важно обращать внимание внимание на погодные условия то есть где-то не заедать придерживаться строго желательно того питания которые разработали наши диетологи повторюсь шикарная шикарные и завтраки и все что расписал диетолог сожалению забыла имя также немаловажно состояние нашей щитовидной железы дорогие девочки пожалуйста если вы не сходите сходите сделайте узи щитовидной железы дайте кровь на гормоны если вы прям долго худеете или долго набираете вес но тем не менее это никак не помогает наверное проблема все-таки внутри какая-то имеется это не говорит о том что какой-то онкологический процесс что-то что-то совсем плохо просто с возрастом наш гормональный статус меняется мы становимся более подвержены каким-то стрессом метаболизм бывает ухудшается очень много моментов которые влияют на нас на женщин поэтому от меня рекомендации сделать щитовидную железу проверить узи это как самый такой первый метод сдать гормоны то есть оставаться красиво в первую очередь изнутри спирулина отлично помогает спирулина вообще супер продукт да ну я думаю это уже более детально если у кого-то есть какие-то проблемы с гормонами но я к тому что это очень-очень важно нужно сначала проверить организм а далее уже начинать и применять к себе определенные диеты и правильное питание потому что все таки мы должны оставаться красивыми изнутри вот ну и занимайтесь спортом это естественно очень-очень важно время 9 28 я рассчитывала на 30 минут в принципе моя лекция я ее закончила если есть вопросы буду очень рада ответить я надеюсь я было интересно кому-то кто-то что-то может подчеркнул для себя а и не марта него немаловажно извиняюсь еще сон пожалуйста девочки давайте в одно время ложиться спать в одно время вставать спать темной комнате отдыхать побольше и тогда мы всегда будем красивые и шикарной формы вот спасибо спасибо большое лаура честно говоря я давно не не была на сто процентов зуме я всегда в телефоне то здесь тут настолько вы такую информацию давали что мне прям не хотелось ничего другого делать просто слушать вас было очень полезно очень интересно и более ну то есть ценная ценная была лекция огромное спасибо то что вы еще атомлянка да это тоже очень для нас классно нам очень повезло что такие классные лидеры у нас есть в команде так здесь пишет эгерин да тоже коллега да что спирулина помогает да мы в твоей профессии к атоме мы относимся очень серьезно я считаю это не та компания когда можно просто и ну как-то совсем уж подойти я приехала на работу я одела халат я все-таки первую очередь я доктор ну потому что мы очень много лет учились наверное поэтому а во вторую очередь да я надеюсь я буду лидером в компании атоме поэтому я подошла достаточно серьезно если есть вот какие-то вопросы может кто-то хочет проконсультироваться более так сказать лично персонально то мы всегда открыты пожалуйста поступают вопросы в чате сейчас я интересно спасибо очень полезно если низкие тромбоциты можно употреблять поэнзаем низкие тромбоциты это как-то с чем-то должно быть связано почему они у вас низкие надо сначала наверное более детально посмотреть проблему почему они низкие просто так же они не будут и какие цифры а потом наверное если я я еще раз повторюсь я всегда открыто можете написать мне в личку потому что вот просто так при низке это как бы достаточно важный компонент все в нашем организме взаимосвязано все очень важно поэтому просто так я не скажу вам да употребляйте или нет не употреблять если вы мне напишите в личный чат чтобы это был я всегда вам подскажу не хватает витамина д больше года пью по 8 тысяч на уровень провиды не поднимается выше 31 я вам скажу что если у вас витамин д выше 31 вы шикарно я думаю выглядите и прекрасно себя чувствуете потому что мы живем в таком регионе где солнца мало я не знаю может быть вы в Алма-Ате и вам повезло чуть больше у вас достаточно солнца то я думаю что это прекрасный результат потому что даже 30 вот я скажу вам по своему опыту даже достигнуть цифры 30 что является нормой для витамина д нижней границы нормы да это тоже сложно поэтому я думаю что у вас 31 и вы пьете по 8 тысяч это нормально это неплохо это не низко люди живут и с цифрами 7 и ниже у нас вот так вот в регионе достаточно пациента приходит он очень низкий то что у вас 31 это классно и витамин d очень важен для организма женщины прям если у кого-то не хватает сдайте пожалуйста и если низкие цифры начинайте его пить вы почувствуете как вы шикарно себя будете чувствовать и по утрам и в течение всего дня если вы уже не выпили у вас будет что-то как будто бы что-то не хватает поэтому также для усвоения кальция обязательно 30 это не низко нижняя граница нормы это 30 живете в москве но не в питере я думаю там у вас может солнце чуть побольше 30 это нормально это нижняя граница нормы 30-70 поэтому держите на том же уровне не спускайте вот хронический запор овес вам в помощь обязательно или овес или псилю вам нужно употреблять не скажу что прям постоянно но проросший овес какую-то пищу раза три в неделю обязательно добавлять употребляйте и вам я думаю должно помочь если вы только сейчас начали ну естественно провериться гастроэнтеролога пройти соответствующие исследования также зависит от вашего возраста может там уже какие-то скрининговые мероприятия надо будет провести есть заболевание у нас деморрой да все это у нас имеется надо обязательно сходить к доктору в первую очередь я еще раз зависит от вашего возраста все проверить и далее принимать эти препараты должно вам помочь я думаю пожалуйста людмила ой одно новое сообщение врачный за счет 50 тысяч раз в неделю это нормально все таки лучше каждый импитамин d это все зависит от того как вам удобно 50 тысяч дозировка раз в неделю это нормально я сама пью 10 тысяч ежедневно мне так удобнее уже привыкла для кого как удобнее 50 тысяч это нормально вот гормоны т4 свободные ттг сдать надо анти тпо надо сдать и далее следовать тому к чему вы хотите набрать вес или все таки похудеть витамин d неплохо усваивается сам если вы хотите вы можете его употреблять но такого таких рекомендаций строгих нет не обязательно витамин d можете пить 50 тысяч 10 тысяч неважно 10 тысяч ежедневно 50 тысяч раз в неделю а витамин к нет привязки витамина d и витамина к нет витамин d и кальций да есть кальций без витамина d плохо усваивается поэтому обязательно употреблять вот можно еще вопрос вот у нас участница она во время марафона переболела ковид есть ли здесь какие-то рекомендации то есть она продолжает марафон стройности но вот есть ли какие-то особенные рекомендации при восстановлении а сколько лет так ну 35 а 41 вот а ну не лежала она в больнице сейчас я примерно я думаю мадина вам вам во первых марафон стройности вы можете продолжать там сбалансированное питание правильное нет каких-то ограничений витаминах вы все получаете все что вам нужно но единственное я бы вам прям обязательно добавила добавила химохим это прям сто процентов и смотря по каким протоколам вас лечили если вы употребляли антибиотики то обязательно обязательно наш пробиотик и женские и обычные для кишечной микрофлоры это прям добавьте это must have и химохим если сейчас уже в острой стадии все прошло сейчас все нормально по два стика как обычно попринимайте месяца два потому что у химохимы ой я извиняюсь у ковида столько разных побочных реакций что через месяца три может шесть вы может что-то заметите может на коже может с волосами будут проблемы это то есть чтобы это все исключить я вам очень-очень рекомендую химохим я просто его всем кто переболел пробиотик джиншин псиллим фонзайн чай пор и баланс лайф все прекрасно но все-таки я на химохиме прямо настаиваю кальций омега-3 это наверное кто-то уже другой пьет прекрасный состав омега наше это вообще просто замечательно кожа после него я не знаю я думаю девочки заметили какая она становится все-таки у нас нет такого что мы употребляем много рыбы в любом случае я расскажу историю когда я пять лет назад в эту часть докторантуре я была в Японии омегу во-первых я спросила у своего профессора там во всех обычных магазинах бадов просто полки я не знаю они больше чем обычных продуктов и я задала вопрос своему сансею как бы как вы к этому относитесь у вас все пьют он говорит ой это не обязательно это не нужно я такая думаю ну ладно хорошо тогда оказалась охота домой привезти просто все и бады и продукты и вещи там просто вот так вот какой-то взрыв мозга был я думаю хорошо она бада заострять внимание не буду раз мы доктора возможно это не нужно возможно это неправильно я поехала он пригласил меня домой в гости мы приехали ему самому достаточно взрослые его маме сейчас 97 лет она слава богу жива здорово у него супруга дома они все употребляют омегу спирулину все это у них на полочках у супруги стоит я говорю а что это как почему как почему это надо это нужно это правильно а как без этого хотя они употребляют столько рыбы ну наверное это и первая страна на первом месте по употреблению вот этих витамина d этих жиров омеги и так далее и после этого я думаю ну наверное сенсей сам не знает просто пьет и как бы для них это оказывается обычное дело это для нас что давай бады покупать не покупать это как обычный продукт который они употребляют просто он говорит я просто не придала значения ты так спросила как бы это же понятно да это надо пить я тогда я помню купила и коллаген там и и омегу спирулину все это привезла но у нас этого не было тогда это было не так распространено мы разом пропили и все забыли об этом а потом вот когда компания атомия пришла до этого я какие-то продукты брала с айхерба а потом как вот зарегистрировалась нашу компанию первую очередь по и конечно попробую махим была от него в восторге и сейчас употребляю ну вот все все что есть стараюсь омегу прямо обязательно девочки для нашей кожи вы сами заметите результат не сразу сразу говорю месяца два три потом вы поймете что вам где-то и крема не нужны и какие-то может кого-то я думаю на омегу никаких реакций не будет вот пить надо вот сейчас принимаю я думаю это был вопрос то написала что она принимает кальция омега химохим кулача это немного вопрос кальция омега химохим кулача витамин я думаю что это немного омегу вообще принимаю постоянно круглый год всегда кальций нужно сдать все таки посмотреть уровень может быть у вас достаточно возраст 41 все таки я думаю что возможно будет чуть-чуть низкий но если вы уже начали употреблять можно покажет нормальные цифры и месяца три попейте потом немного можно сделать перерыв у вас сейчас идет достаточно будет вымываться кальций из костей поэтому все таки под контролем анализа в крови употреблять нужно но если есть уже граница то я думаю можно сделать перерыв химохим тоже мне кажется его можно на постоянной основе если есть возможность но сама два месяца пропила сейчас пока у нее перерыв уэр чай вот я говорю я его закажу себе налью пол литра бутылочку и буду с ней ходить я думаю что его нужно важно употреблять витамины группы b ну это в целом прекрасно для организма но также можно курсами это немного но можно что-то проконтролировать нужно ли на данный момент если уже достаточно можно сделать перерыв если есть подозрения подозрения достаточно интересно звучит мне кажется нужно все таки установить диагноз и химохим употреблять да можно почему нет даже нужно я бы сказал вот пожалуйста матина да это так спасибо у мсуная 50 лет да тогда все таки кальций проконтролируйте я думаю употреблять вам все же надо будет я бы вам еще королевскую сафору порекомендовала но возможно чуть чуть позже не сейчас сейчас у вас достаточно широкая линейка ваших препаратов поэтому может чуть попозже химохим всегда и везде да у меня тоже а вы уже пропили это хорошо в июле вот но я думаю почему то что наши девочки атомианки все шикарно выглядят как внутри как снаружи так и внутри спасибо большое думаю на этой позитивной ноте а мы закончим остался один вопрос еще да как часто пить химохим в год ну я думаю я бы рекомендовала две упаковки потом сделать передышку месяца на три если все прекрасно если анализы все хорошо ничего не беспокоит чувствуете позитив бодрость чувствуете что вы хотите работать что вы осилите все в этом мире то не обязательно а если какой-то упадок сил все же вот я до этого почувствовала что что-то погода на меня как-то не самым наилучшим образом действует я его два месяца пропила а сейчас хоть время и девять сорок три я обычно уже примерно укладываюсь прекрасно себя чувствую вот я думаю вот так смотрите по своему состоянию если что две упаковки потом три месяца посмотреть на свое состояние если что можно пропить если нет то через полгода я бы посоветовала две упаковки один раз в шесть месяц вот так ну это как-то я слышу свой организм так и своим пациентам советую естественно все зависит от их состояния здесь у нас в основном это пациент то есть имеют какие-то заболевания поэтому мы им назначаем немножко другой дозировки немножко с другой частотой но в целом они отмечают все очень позитивные эффекты вот во время если у вас есть родственники с онкологическими заболеваниями конечно зависит от диагноза но тем не менее большая часть из них те кто получает лучевую терапию химию терапию особенно лучевой терапии вот судя по нашим пациентам переносят они все же полегче очень много пост лучевых реакций бывает вы сами все атомянки вы знаете когда для чего был разработан этот препарат поэтому советуйте своим родным но конечно в первую очередь это зависит от диагноза бывает разное состояние вот спасибо мика спасибо всем участникам за вопрос если что пишите в личку я может быть отвечу не сразу даже если прочитаю но я обязательно отвечу мне нет такого посмотрел и забыл мы всегда открыты мне очень было приятно сегодня с вами провести время огромное спасибо за очень много благодарности пожалуй сегодня мы стали богаче на много-много знаний и мотивацию получили продолжать в том же духе да спасибо большое это вы и нас мотивируете спасибо очень рада всем отличного продолжения марафона да держитесь девочки надо до конца хорошо да надо еще продолжать я думаю мика надо потом где-то еще может быть поближе это вообще классный марафон идея задумка супер да потому что когда мы сами все пропиваем кто-то кто-то даже ни разу баланс лайф не пробовал кто-то фэнзайм а тут когда пропиваешь получаешь результаты еще лучше рекомендуешь и бизнес идет потому что у нас уже были случаи на своем опыте рассказывают и у них товарооборот прям растет растет потому что своя собственная рекомендация ну или вот ближайших партнеров с которыми тоже проходишь марафон тоже очень очень еще лучше работает чем отзывы в интернете да девочки даже если вдруг вы не похудели вдруг вы не достигли тех цифр которые хотели вы улучшили свой организм вы его насытили полезными веществами будьте в этом уверены это прям очень хорошо для вас все что не делается все к лучшему ваш организм скажет вам спасибо спасибо большое ну что ж мы заканчиваем все молодцы кто пришел и продолжим встретимся в чате наш пока пока спасибо всего доброго пока